Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем приходить игру под названием Fallout 4. Итак, я сейчас предлагаю посетить убежище. Оно у нас находится в средней школе Мальдона. Да, вроде как мы это место с вами еще не изучали даже. Надо это дело немножечко наверстать. Мне даже интересно, что там такое за убежище будет, и почему оно расположено именно в школе. Да, в таком символическом месте, так сказать. И вообще, где оно тут может находиться по-хорошему? А, ну я понял, где. Подвал средней школы Мальдона. С непрогрузившимися текстурами. Да, игра вообще очень не любит прогружать текстуры, когда надо это делать. Я не знаю почему. Вроде как модификацию сделали, которая текстуры прогружает моментально, но я не хочу какие-то сторонние модификации устанавливать, потому что они могут программный код игры дисбалансировать. Игрушка и так полна багов. А тут всякие сторонние программы, они могут вообще похабить до жести. Так, рыцарь братства. Мне кто-нибудь скажет, что здесь делает братство стали. Кстати, что у нас там... Ой-ой-ой, ребят. Ребят, нам надо возвращаться обратно. И по возможности... И по возможности... Все выложить из инвентаря, потому что... Уж очень много у нас всего накопилось. Это оружие, это различный хлам. Да, чтобы новое брать, нам нужно кое-что старое положить в санкчуаре. Да, в наш бездонный верстальный станок. Кстати, базу... Да, базу мы с вами будем улучшать. Но это будет чуть позже, потому что у нас еще все-таки осталось множество квестов, которые мы не успели с вами поизучать так конкретненько. Начнем с оружия. Залп, значится. Этим оружием мы еще не пользовались. Хотя оно мне очень любопытно. Стреляет это штуковиной ядрами, которых у нас вообще немного. Молотов. Так, это все не надо. Короткий штурмовой карабин. Нет, уберем. Миниган. Нахер, гвоздомет пробивающий. Это хорошая штука. Да, мы его оставляем, естественно. У нас и так был. Ну, плазма не надо. Яростный гвоздомет убираем. Ну, вот эти оставим. Хотя, подождите, стоп. Оружие. На 45-й калибр, стоп. Где наше оружие? Четкое. Совсем четкое оружие. На 45-й калибр прокачанное. Не понял юмора. Жалко, тут нельзя выравнивать по калибру. Или все-таки можно? Это хера узнает вообще. Я просто не помню, какое мы с вами именно из оружия прокачивали. Может быть, можно выровнять? Давайте попробуем сортировать. Вот. А нет, нельзя. Та же самая хератинь. Получается. Та же самая все, ребят. Ну, ладно, давайте возьмем, тогда тут самый такой нормальный урон. Чтобы больше 50 был хотя бы. И уже с таким оружием мы пойдем в это убежище. А еще лучше, знаете, что будет? Вот этот ствол вообще убрать. А зачем он нам нужен? Правильно? Костюм Риджинальда. Все это нам не надо. Так, потом виски, вишневая ядеркола, квантовая кексы, кусочки игуаны, лимонад. Нахер надо, мутафрукт, очищенная вода, пакеты крови. Блин, понабрали-то, ёпте, рулет, свечащийся гриб, смоленика. Таинственная сыворотка, а я ее хотел попробовать как раз. Мне вот очень интересно было, что она делает. Разная пока что. Не надо, вот хлам тоже нужно убрать. Слишком уж много у нас накопилось из-за хлама. Да. Ну что, попробуем. Из предметов. Ты знаешь что? Среди мы говорили, я чувствую себя хорошо. Посмотрите, двоих нас здесь, в Санктуарии. Попробуйте для будущего. Потому что можно было там надолго засесть. И это было бы очень-очень не круто. О, как-то днем-то хорошо. Слушайте, и какая же красотища-то ты подумай. Обалденно просто. Ну что, лыцари, братство стали. Сейчас мы вас расхыляем по полной парокаме. Братство стали. Я думаю, вам это не понравится очень. Оружие-то у нас как-никак в прокачке находилось очень долго. Яростное, яростное оружие. Воу. Опы-то, конечно, не так много. Но все же. А если бы мы дружили с братством стали, то тогда бы мы от них взяли квест. Да. Ядерная батарея. Да, и да, я слышу, мужик. Ты спалился по полной программе. Пачка сигарет, карандаш. Хорошо. Бутылка из-под ядеркования. Спасибо, не надо. Для немедленной публикации Волтек представляет субсидии семьям из Мальдона. В отчет на растущую озабоченность общества за безопасность наших детей в случае ядерного удара представители Волтек решили сотрудничать с администрацией города Мальдон в Массачусетсе и предоставить субсидии на участие в программе всем семьям, которые пожелают стать резидентами убежища 75. Но в убежище соединено непосредственно с начальной школой Мальдона, что позволит обеспечить своевременную эвакуацию, если удар произойдет в учебное время. «Безопасное будущее – наш главный приоритет», – отметил представитель Волтек. «Открытие убежища 75 обеспечит нам душевное спокойствие, ведь мы будем знать, что дети Мальдона будут в безопасности, даже если произойдет страшное», – добавил он. Правило зачисления. Определенным семьям Волтек предлагает особые скидки и субсидии. Данное предложение действует исключительно для семей, удовлетворяющих следующим требованиям. Один или несколько членов семьи являются детьми младше 15 лет. Дети посещают общественные школы города Мальдон в Массачусетсе. Семья включает не более двух взрослых на каждого ребенка, удовлетворяющего требованиям программы. Пожалуйста, обратите внимание, что убежище 75 также допускает отдельное зачисление детей для семей, которые не могут себе позволить зачисление родителя или опекуна. При активации убежище 75 все резиденты проходят стандартную процедуру приема, протокол которой описан в инструкции для сотрудников Волтек. Так, секундочку, подождите, пожалуйста. После подтверждения личности и дезинфекции дети младше 17 лет проследуют в Атриум. Там их будет ждать смотритель, который проведет инструктаж специально для детей. Все остальные резиденты обязаны проследовать в зал ожидания, где инструктаж для них проведет глава службы безопасности. Маклинтек, Морган, Торнквист, понятно. Тут были даже братья и сестры, да, получается, или... Ну, как-то так, в общем. Окей, теперь будем знать. А что тут делают интересные ребята из Братства Стали опять пришли что-то вынюхивать? Шпилька, сложный американский флаг, лабораторный халат Волтек. Нет, он нам не нужен. Ух ты. В принципе, можно было бы что-то из этого взять, но... Нет, откажемся. Они еще турели повыносили. О, салаги-то, ты подумай. Хорошо. Осмотреть убежище 75. Такое неожиданное задание. Убежище 75. Убежище 75. Так, а теперь кого мы расстреляли? Послушник Братства, Рыцарь Братства, Стрелок. Это все ребята... Не для нас. Скажем так. Пипец. Что происходит-то? Я не хочу торопиться. Нахер. Не успели выйти из лифта, уже сразу бежать. Ну, кто так делает? Так дела не ведутся. Ребят, поймите правильно-то, да? Шпилька, парик-помпадур. Не надо себе натяните парик. Знаете, на какое место? Я бы вам сказал, наругаться не хочу. Изолент, это хорошо. Еще изолента. Давай. Охранный пруд. Нет, не надо. Зачем я его взял? Блин, псина, ты разберел, что ли? Ни дефайн-карта. Придется найти карту, да? Даже так. Драматичненько, драматичненько. Ладно, поищем. О. Чищенная вода, которая подвешенная висит. Что? Нет? А, я думаю, что что это такое? Куртка и джинсы-стиляги. Мне просто интересно, что это за одежда такая. Давайте посмотрим. Прикольно, да. Красивая броня, которая очень распространена была у туннельных змеев. Из фуллаута третьего. Или взять с собой, что ли? Давайте возьмем. Положим. Это как там? На верстак. Лазерный карабин. Нет, вот ядерные батареи. Да, мы возьмем. Отлично. Постреляли. И тишина такая тут. Небывалое. Тостер. Давай. Ну, бьешь? Нет. Это вряд ли, мужик. Ты что-то там перекурил или каких-нибудь грибов пережрал. Ой. А что это тут? Кого-то тут пристегнули ремнями. Это детишки, что ли, постарались? Офигеть. Молчи, холоп. Кто-то получил леща по морде. Хорошего такого причем. Правда, эти все патроны не те, которые нам нужны. Но сойдет и так. Там еще коридоры. Пипец, ребята. Тут все убежище расположены. Вообще просто рандомно. То есть, тут можно ходить. Готов. Пепельница. Поспать нам никто не даст. Да, дадут. Хорошо. Правда, заряд бодрости не получил товарищ. К сожалению. Большому. Ну, что поделать. Что есть, то есть. Терпеть надо. Всего-то. Так. Здрасте, приехали. Манда. Вот манда. Бейсбольная база. Я не знаю, зачем это все нужно здесь. Ладно. Все для детей, да? Говорю. Правда, зачем 15-летним детям такие игрушки? Не совсем понимаю. Наверное, где-то... Где-то в этом, наверное, есть логика. Какая-то определенная, извращенная. Туда... Туда нельзя отсюда попасть, да? Скорее всего, с другой стороны надо обходить. Да, неудивлюсь, если так оно и есть. Бейсбольная перчатка. Хорошо. К тому же, еще с теми материалами, которые нам нужны. Тебя мы обыскивали уже? Да, обыскивали. И здесь мы тоже уже успели побывать. Ну, все. Тора на второй этаж пойдем. Так, мужик, ты давай не разбрасывайся фразами. А. Все. Пока что можно оружие убрать. Ментаты. Коробка со шпильками. Просто все это лежит, бери. Не хочу. Реально. Надо кофейку хлебнуть. Суит. Компов тут мало, так пипец. Терминал класса. Очень интересненько. Герои поверхности жили, были девочка по имени Сью и мальчик по имени Рой. Сью и Рой выросли в особенном месте под названием Убежище 75. Здесь они учились, играли и тренировались. И еще как тренировались. Сью и Рой росли большими и сильными. И вот однажды Сью и Рой пригласили к Смотрителю. Что случилось, Смотритель, спросил Сью. Почему ты плачешь, Смотритель, спросил Рой. Это ужасно, воскликнул Смотритель, смахивая щеки слезы. Дети, вы когда-нибудь слышали о поверхности? Сью и Рой от удивления заморгали и покачали головой. Что это такое, Смотритель, спросили они. О, это ужасное место, начала Смотритель и рассказала детям о поверхности. Она рассказала им о людях, что там живут и о том, что они в опасности. Потому что далеко не такие сильные, как дети Убежище 75. На них нападают монстры, а злые бандиты отбирают у них еду. Маленьким детям негде расти, совсем. Бедные, воскликнула Сью, почему им никто не поможет, спросил Рой. Об этом и речь, дети, сказал Смотритель. Им нужны большие и сильные друзья, которые могли бы их защитить. Кто им поможет, спросили Сью и Рой. Когда-нибудь, дети, им поможете вы, ответил Смотритель. Именно поэтому вы должны прилежно учиться и тренироваться каждый день, чтобы вы выросли большими и сильными. И тогда вы сможете обеспечить поверхность для всех несчастных людей, и что там живут. Обезопасить. Сью и Рой улыбнулись и побежали на занятия. Так им не терпелось поскорее вырасти и помочь другим. Понятно. Остальные все файлы не найдены. В принципе, чего и следовало ожидать. Даже не успел посмотреть, что мы взяли, но... Наверное, что-то типа стимуляторов, я так думаю. Интересно, обгоревые учебники можно использовать в качестве материала? Не допрыгнули. Не допрыгнули. Увы. Ладно. Что я могу сказать? Здесь. Здесь нам ничего не надо. Тогда... Пойдем сюда уже. Ищут сюда. Непар playable. Непар digamos. О, по-моему. хорош так теперь смотрим откуда мы пришли и еще раз внимательно все изучаем значит пришли мы отсюда карманы часы вот я их не успел сразу заметить это хорошо что мы сейчас заметили чья-то рука но это добраться стали похоже на то тут химическая лаборатория я думаю что эта штука можно будет воспользоваться но как оказалось нет нет нельзя пойдем пока что направо на бутылку из-под молока молоток да мы возьмем бутылку нет кое все за стороны пока цена и пипец вообще вантус давай да уж нет в этой стороне делать определенно нечего скажу я вам тут когда-то проверяли на радиацию правда зачем непонятно если с поверхности никого не впускали странный вопрос такой правда это что кардио тренинг древний может быть наверное старать какой тут все старинные вообще пипец просто офигеть можно пережиток прошлого так сказать хотя патрон используется по сути все те же самое что и 200 лет назад ничего себе вот это явно не запланированное место или запланированное обалдеть дела делишки вот такого я не ожидал ну серьезно кстати из фуллаута третьего вроде как все здесь вроде как из фуллаута третьего кофейник да и плитку тоже возьмем нам же сюда нужно походу именно так да не пугайте так не надо деревянный ящик с легким замком давай откроем блин ты чё так нельзя так нельзя так так не поступают я такую щенка бы точно взламу очень сложный замок не серьезно они очень легкий криамина поднос поднос это хорошо так нам куда-то туда в это здание надо попасть где у нас там лестнинка или что-то такое я наверное что-то пропустил на псина ты чем я так пугаешь ты серьезно тоже так себя ведет вот там туда нужно как-то попасть а вот лестница это это хожу тут даже не заметил этой этой лестнике офигеть нормально вино сломанная лампа так мы нашли с вами карту ключ от лаборатория прекрасно почему она была у стрелка немного непонятно и мне кажется что то это место никак не относится к этому детскому убежищу скорее это какой-то нонсенс здесь возможно жили преподаватели и наставники всех этих детей не знаю это логичным кажется согласитесь но жутковато все это жутковато у нас всего парочка мест куда можно применить эту карту вроде как так давайте же это сделаем так 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 стоп подождите по моему не здесь вот здесь где-то у нас да он первое место все мы херевшие ублюдки давай стимулятор это вещь хорошая о нет пока что я не готов идти еще выше совершенно неужели это самое начало откуда мы с вами пришли тут лифт да да точно все теперь я понял где здесь и что а тут тогда административный пропуск уже нужен до более высокого уровня он как все запущено то сейчас я все там отстрелю тебе кто-то не был сказать ты стрелась стрелки ништяк да стимулятор возьму нах это хорошо что у вас стимулятор есть ребята вы поцки чет четки нет полин туда надо это значит да о легендарный стрелок так боевой карабин отстой на вот молниеносный меч китайского офицера мне почему-то хочется сейчас этим мечом походить я не знаю по какой причине давайте походим психо на это хорошо чем тут еще есть о терминал лаборанта но это все расписание инструкции с ошибками лично не лезь если тебя зовут не рахит или джеймс мне удалось взломать программу расписания в течение нескольких дней система будет считать что тестирование начинается после обеда если твоя догадка по поводу помощников смотрителя верна вряд ли кто то заметил у нас будет время спокойно подготовиться можешь оставлять мне сообщение на этом терминале если потребуется думаю теперь это безопасно можно начать переносить сюда патроны никто не узнает если стырим пару патронов на стрельбище нужно что-то придумать по поводу запала но на сбор достаточного количества пороха все равно уйдет время так что пока это не важно как думаешь кто по ту сторону двери в худшем случае все выпускники с превосходным рейтингом не слишком утешает сомневаюсь что это так я почти уверен что у них там только ботаны а может вообще одни роботы если роботы серьезные то я беру на себя выпускников окей но я не очень волнуюсь нас все равно будет больше и нас ведь практически специально учат воевать ладно будет видно очень скоро джеймс что ты предлагаешь делать с маленькими детьми если мы вскрываем дверь во время сна они будут в безопасности но надо чтобы ребята положились выложились на все сто надеюсь получится пожалуй не стоит оставить пару человек чтобы приглядели за ними отличная мысль альме можно доверять так поговорить с ней во время проверки завтра она согласна имя какое-то альма не очень хорошая еще современные игры эфир шикарные игры над признаться блин да офигеть вообще сколько тут помещений пока походим тара посмотрим что здесь есть чем уже торопиться правда жить бостон бьюгл как я понял просто с другой стороны до дверка выходит да точно но толку от этого маловато будет скажу честно давайте поспим часик что это так свинина с бобами нет не надо беличные сухарики тем более нужны а вот шахматная доска нам пригодится пожалуй много патрон в убежище на удивление и я заметил сейф изолента это же сейф нет это не сейф это просто так такая хреновина непонятная какая-то обидно я тоже был обрадовался думал сейф блин это ж крутяк тогда вообще но нет нет вполне себе стандартно давайте теперь здесь походим посмотрим что у нас есть тайник с крышками патроны прекрасно как всегда крышек кот наплакал давай подушки по моему из этих подушек можно какие-то ресурсы получать определенные это скорее плюс чем минус разбросали тут подушки везде где только можно стеклянная миска хорошо бейсбольный мяч прекрасно прекрасно собачатина нет похоже тут хорошо обосновался на хрен ли место достаточно привлекательное для всякого требия правильно но тут мы с вами уже успели побывать да вроде как до зажигалка вот тут мы еще не были на в любом случае мы с вами тут все изучили по блок сигарет нам не нужен который тут почему-то называется пачка сигарет по каким-то неизведанным причинам что это такое терминал исследование аэробная станция данная станция предназначена для измерения и улучшения аэробной способности сердечно-сосудистого здоровья испытуемых оператор беговой дорожки обязан настроить наклон и скорость для достижения и поддержания целевой частоты сердечных сокращений у испытуемого после поддержания целевого значения в течение 60 секунд постоянно увеличивайте нагрузку до достижения или превышение пиковой частоты сердечных сокращений не на не поверишь что меня взяли в исследовательскую группу мы всегда думали что в убежище должны быть взрослые которые помогают смотрителю хотя мы их и не видим так оно и есть не все выходит наружу мне сказали что здесь я смогу приносить больше пользы это так чудесно жаль только она не знает что я до сих пор здесь и присматриваю за ней у нее выпуск через два года может ей тоже позволит остаться с нами если она наберет достаточно высокий рейтинг после выпуска прошло всего несколько месяцев а я уже чувствую себя намного взрослее ребят за которыми мне приходится наблюдать каждый день рахит и джеймс до сих пор планирует захватить убежище думает их никто не слышит роби и бека все так же тайком не уходит топлива это мы тоже видим уж им то точно не стать научными сотрудниками как я приятно что я все еще могу приглядывать за ниной но рейтинг у нее так себе наука я никогда не давалась в отличие от меня зато физические показатели одни из лучших в группе наверняка она станет одним из лучших кандидатов для выхода на поверхность надеюсь мы с ней увидимся до того как она выйдет начальник бисал утром потерял какие-то документы очень переживал по этому поводу все утро их искал потом и меня заставил а сам срочно отправился к смотрителю он очень не хочет чтобы кто-то знал что бумаги пропали оказалось их засосала вентиляцию было слышно как бумаги шелестят шахте а достать их можно было только с нижнего этажа рахит заметил их и забрал из шахты скажу бисову что удалось их найти стрельбище в ужасном состоянии на мою просьбу доставить материалы для ремонта смотритель ответил что придется работать с тем что есть наличие а потом напомнило мне что это даже не не мой участок что так что такого в том чтобы попросить лучших выпускников доставить материала хотя наверное она и так они и так очень заняты а каждый выход сопряжен с большим риском может удастся попросить в следующем году когда она увидит выпускников на поверхность да если выбило в итоге а теперь пойдем посмотрим что у нас здесь такого патрон шпилька до войны деньги да тоже можно взять вот так так проникнуть в административную зону теперь надо вот 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 да я чё-то опана всегда будьте готовы пуститься в объяснение одна дополнительная попытка при взломе терминалов о как вообще шикарно что-то последнее несколько последние несколько часов очень много пупсов попадается на удивление это весьма круто скажу я вам да все сваливаем отсюда так мы откуда пришли отсюда вроде когда смотреть административную зону тут тоже противники ну конечно же как я понял это именно те самые стрелки те самые дети до которые выросли вот все что из них выросло к сожалению большому руководителю научного отдела добро пожаловать в убежище 75 как уже было сказано в нашей конфиденциальной инструкции убежище 75 часть сверх секретной военной программы вас избрали на основе ваших профессиональных заслуг опыта и приверженности идея улучшения человеческого генома вы обязаны следовать описание описанным ниже протоколом главная задача убежище 75 разработка улучшенного человеческого генома научные сотрудники будут работать по расписанию составленному шлеттом брауном и ламбе вы будете сотрудничать со смотрителем имеющим военный опыт ваш смотритель несет ответственность за подготовку и поддержание популяции испытуемых с которыми вы будете работать очень важно поддерживать со смотрителем здоровые рабочие отношения убежище 75 представляет собой беспрецедентную возможность проверить нашу гипотезу о стремительном улучшении генома посредством селекционного разведения гормональной терапии генетической модификации ускоренного цикла поколений экспериментальные задачи убежище 75 подробно описаны в уже выданных вам руководствах данный эксперимент будет проводиться на протяжении нескольких поколений в связи с этим в процессе эксперимента вам будут представлен представить могут представиться неожиданные исследовательские возможности подобные отклонения от первоначального протокола допускаются с разрешения руководителя научного отдела связи с тем что убежище 75 представляет собой долгосрочный эксперимент в закрытой среде периодически будет возникать необходимость пополнения штата сотрудников мы предлагаем решить этот вопрос посредством избирательного найма выпускаемых испытуемых по нашим прогнозам определенный процент резидентов будет демонстрировать высокий интеллектуальный рейтинг при недостаточных для программы геномофизических способностях после одобрения смотрителя руководителя научного отдела таким испытуемым может быть предложена возможность вступить в штат а тех испытуемых кто откажется от данной возможности надлежит избавиться соответствии со стандартными протоколами обратите внимание что всем сотрудникам нанятым из испытуемых как минимум на 15 лет запрещен доступ к остальным жителям убежища чтобы испытуемые не могли узнать в них бывших резидентов доступ лабораторию геномики разрешен только самым доверенным и способным сотрудникам руководитель научного отдела несет ответственность за выбор таких сотрудников и их надлежащую подготовку испытуемых старше 18 лет покинувших зону проживания имеющих суммарный рейтинг отличный или превосходный физической умственной и социальной сфере необходимо помещать лабораторию геномики обработка должна производиться индивидуально и очень осторожно помните что отобранные испытуемы могут быть сильнее сотрудников сообщите испытуемому вне по необходимости сделать вакцинацию старайтесь не вызывать подозрений на каждого испытуемого необходимо завести дело по обработке с указанием какие именно органические материалы будут сохранены для будущего исследования проследите чтобы данные инструкции были выполнены и образцы переданы на хранение как можно быстрее общий сбор в этом году был исключительным большой процент превосходных показателей физической категории многие из наших разработок сфере жизненно важных органов приносят свои плоды проблем болевого порога нам удалось практически полностью решить еще несколько лет назад теперь мы работаем над таким задачами как остановка сердца при высокой нагрузке генетический материал собранный в этом году поможет уже следующим поколением достичь целей на которые мы рассчитываем минимум через десять лет определенная беспокойность вызывает уровень агрессии за эти годы было несколько случаев психологических срывов из-за стресса но в текущей группе частота инцидентов намного выше рекомендую создать новые транквилизаторы на всякий случай для общей популяции еда остается лучшим методом приема но стоит предусмотреть и проблемы с будущими сотрудниками научного отдела в этом году научному отделу требовался всего один сотрудник в группу генетики взяли вашингтона физические показатели испытуемого были крайне низкими но он всегда демонстрировал отличные навыки решения задачи и критического мышления смотрите ли беспокоит его привязанность к некоторым младшим членам популяции я не особо переживаю его психологический уровень показывает что он очень внушаем пусть он работает на пункте наблюдения пока все его знакомы не выпустятся за это время он привыкнет ко всем экспериментальным протоколом до той поры нельзя ему рассказывать все доля отходов была очень низкой благодаря отличному коэффициенту сбора в этом году всего 74 процента от общего количества выпускников кремация будет проведена через неделю лучше всего поручить это задание вашингтона чтобы проверить насколько он готов к работе понятно окишки и даже не знаю какой у этого замка уровень просто интересно взломать а средний замок так хорошо давайте посмотрим что бостон бьюгл вездесущий бостон бьюгл подумать только стимулятор изолента хорошо подушка до лично и куда все это ведет разобрались по полной программе лампочка не знаю хорошая стука нет да херня такую же брали тип того терминал смотрителя опа и задание выполнили ну ладно давайте изучим поподробнее офицеры по личному составу несут ответственность за прием резидентов а также соблюдение стандартного протокола дезинфекции сканирования научный персонал обязан помогать при необходимости но во всех остальных случаях он остается своем крыле с возрослые старше 17 лет должны быть изолированы за их последующие уничтожения несет ответственность глава службы безопасности детей младше 17 лет необходимо отправлять напрямую в атриум наши обязанности смотри ваши обязанности смотрители включает знакомство детей с роботами нянями и распределение спальных мест исследование начнется со второй половины не со второй недели проживания рекомендуем и рекомендуется ваше личное участие в стандартном чтении перед сном каждый 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 день наверное убежище 75 был построен в городе мальден всем местным синим и детям с семьей с детьми 5 16 лет были предложены субсидии для участия в программе это должно максимально увеличить количество людей которые смогут явиться в убежище в критической ситуации если возникнет такая необходимость предпочтительнее позволить потенциальным испытуемым остаться вместе с родными в распределительном блоке нежели позволить взрослым сопровождать спытуемых в атриум такие испытуемые не будут допущены к участию в программе в первые дни стажировки стоит ожидать от испытуемых некоторого стресса при необходимости смотрите протокол волтек по утешению детей персоналы сотрудники службы безопасности убежищ 75 прошли стандартный инструктаж в соответствии с инструкциями научный персонал обязан оставаться в назначенном короле и избегать физического контакта с резидентами за исключением особых случаев новый научный персонал может набираться ежегодно из общего населения убежище на усмотрение смотрителя резидентам надлежит сообщать что что такие лица покинул убежище так резидентов старше 18 лет необходимо изолировать от общего населения ежегодно резидентов демонстрирующих генетический потенциал необходимо сохранять для извлечения и повторной интеграции генома резидентов демонстрирующих средний генетический потенциал но высокий интеллекта и послушания, смотритель вправе перевести в научный персонал на собственное усмотрение. Всех остальных резидентов, надлежащих усмотрению, необходимо отбраковать. Научный персонал несет ответственность за выращивание эмбрионов для поддержания стабильной численности населения. Убежье 75 должно оставаться закрытым до получения разрешения от Волтек. Через год после начала программы дети старше 18 лет должны покинуть остальных участников эксперимента. Это событие должно проводиться ежегодно в день, назначенный смотрителем или руководителем научного отдела. Рекомендуется относиться к этому выпускному дню как к важной традиции убежища 75. Смотрителю необходимо разработать и проводить соответствующие церемонии, чтобы совершеннолетние испытуемые покидали основной жилой отсек по одному. После разделения с другими участниками, испытуемых с суммарным рейтингом отличный и превосходный, необходимо проводить в лабораторию геномики для последующей обработки. Испытуемый с интеллектуальным, но не суммарным рейтингом отличный и превосходный, разрешается предлагать позиции научных сотрудников на усмотрение смотрителя и руководителя научного отдела. От всех остальных испытуемых надлежит избавиться в соответствии с конфиденциальными инструкциями. Меня беспокоит новичок из научного отдела. Пока что ему поручили просто наблюдение. За ним будут присматривать, пока знакомые ему испытуемые не пройдут. Я знаю, что мы это делаем далеко не в первый раз, но у меня очень плохое предчувствие. Думаю, не надо было на это соглашаться. У нас проблемы со свободными местами в Яслях. В отделе ЭКО пациентов достаточно, но добавить новых резидентов в популяцию будет проблематично. Рекомендую подождать до следующего цикла. Надо будет обсудить с руководителем научного отдела. Будь оно все проклято, проводка в архиве загорелась. В итоге мы лишились оборудования, отремонтировать которое, как мне сказали, будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. Научный отдел потерял очень много исторических и исследовательских данных, хотя в теории можно посадить младших сотрудников, снова вбивать их с бумаги. Когда пожар разгорелся, некоторые дверные замки заклинило. Казалось, нет худа без добра. Ученые, бывшие рядом с архивом, смогли быстро попасть внутрь и погасить огонь. Если бы не сбой замков, мне или одному из старших сотрудников пришлось бы открывать дверь вручную. И что это такое здесь? Ключ от сейфа, смотритель. Ну, мы могли бы вскрыть его и просто очень. О, Грогнак Варварс. Прикольный пистолет такой, но он нам, в принципе, не пригодится, вряд ли. А где сейф-то смотрителя? Мне кто-нибудь может сказать? О, вот он. Какой-то тухляковый сейф. Да. Наручники. Ну, а в остальном... Местечко не фонтан. Совершенно. Кустяково все засорное, пипец просто. Так, ладно, надо отсюда уже выбираться из этого места тухлого. О, знакомая территория. Даже очень обсказал. Мы тут уже с вами успели побывать. Где тут дверка? Да, вот отсюда мы пришли. Вроде как. Где-то тут рядышком должен быть лифт. Именно так. Который ведет на поверхность. Ну, как на поверхность? Блин, пипец вообще текстуры. Я в шоке. Иногда от того, как они прогружаются. Причем даже до сих пор они не полностью прогрузились. Да. Дела. Делишки. Мне вообще, конечно, убежище такое. Очень-очень прикольное. Очень такое информативное. И необычное. Пожалуй, именно так. Что ж, друзья. Давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх. Отправляйтесь в подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.